это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 11 июня ровно 180 лет назад вышла в свет первая публикация культовые поэмы николай васильевича гоголя мертвые души первый том вышел в 1842 году и моментально как сказали бы сейчас стал бестселлером столь успешным что уже со вторым переизданием книга печатники устроили настоящее мошенничество на котором очень неплохо заработали в общем такие же аферисты как и павел иванович чичиков обрад и джулики впрочем что это за словцо такое мелкая ничтожная бестселлер фу правильно говорить книга знаковая книга эталонная с которой сравнивали сравнивают и будут сравнивать вечный текст не только о прошлом но и о настоящем тоже хочется сказать что дай бог не о будущем но тут есть серьезное опасение мертвые души произведение очень русская я бы сказал экзистенциально глубинно русское в то же время перекликающиеся со всей мировой литературой тут есть и готика испанский плутовской романы греческие эпосы многое многое другое собственно только гоголь с его гением словно парящим над остальными мог создать нечто подобное вгрызающийся сам первородный хаус эдуард лимонов писал что не случайно данное произведение названо поэмой гоголь увидел чиновников пишет лимонов он нашел в их облике и нравах определенную отрицательную поэзию поэзией отвратительного пропитан быт чиновников очень точные слова однако гоголь конечно увидел не только быт чиновников и он увидел отрицательную поэзию не только быта в целом но и его обратной темной стороны ну используя терминологию психоанализа у каждого в мертвых душах есть свой доппельгангер собственно и название отнюдь не случайно мертвые души она мистично это люди только внешне но на самом деле внутри они давно давно мертвы и вот знаете все эти фильмы о живых мертвецах зомби в стиле джорджа ромеро это на самом деле лишь глупые страшилки по сравнению с тем ужасом что живописал гоголь до школе нас учили что мертвые души это антикрепостнический роман как завещал белинский роман о типажах и нравах это такая мощная сатира ну не знаю может быть она отчасти и так конечно но на самом деле нужно смотреть вглубь и вот скажите спустившись от ват можно ли размышлять о положительном и отрицательном можно ли среди чертей и бесов размышлять о человеческом я на самом деле не просто так использую это слово бесы очень важная для русской литературы между мертвыми душами гоголя и бесами достоевского на самом деле весьма тесная связь которая должна еще быть изучена более детально но сейчас я ни в коем разе не о литературных концепциях и даже не о полнокровной живой мощи гоголевского языка прекрасного в котором купаешься я прежде всего о том почему мертвые души это столь актуально почему это она с вами современных а поэме гоголя часто говорят что это такая себя одиссея гомера есть определенный параллель и действительно мертвые души это путешествие которое как нам сообщает автор как бы происходит между двумя столицами но это лишь на первый взгляд на самом деле мы вместе с героями перемещаемся в мир потусторонний если бы у ада был свой музей особенно у русского да то определенно туда нас и отправил гоголь а вот смех здесь вовсе не следствие сатиры как нас учили школе а это скорее вызов всем этим бесовским существам это оружие против них целью очеловечить происходящее улыбайтесь господа улыбайтесь вообще только гоголь может это потому что гоголь блестяще балансирует между мистическим и реальным вот как заметил когда-то шкловский знаете когда у гоголя черт входит в избу верю а у писателя н учительница входит в класс не верю но это на самом деле знаете отчасти шутка но гоголь чертовски убедительным чертовски убедительный сколько же сколько же быстро у него панночки превращаются в этих страшных демониц узнать если проводить кино аналогии то нечто подобное может кому-то покажется странным но тем не менее нечто подобное через 150 лет после гоголя сделает великий дэвид линч в своих картинах лучших работах malholland drive шоссе в никуда и конечно же twin picks да возможно мертвые души это антикрепостническое высказывание однако вот все эти помещики изображенные там разве это просто тираны и самодура да нет все эти коробочки плюшкины собакевич и манилова это злые сущности заключенные в человеческих телах и мистичность это постоянно подчеркивается автором ну там то петух закричить то часы без стрелки персонажи в мертвых душах носят точно костюмы человеческие личины но порой из-под них показываются истинные демонические сущности а вот сам чичиков кто он по вашему вот мережковский когда-то вслед за ним и набоков очень точно заметили что этот человек без свойств это дьявол прежде всего дьявол пошлости мещанство однако как бы назвали такого дьявола в мире современном в мире помешанном на культе успеха который столь много значит между людьми а его вы назвали но если отбросить финал поэма то чичикова бы назвали оборотистым дельцом находчивым воротилой в общем self-made man он и не сделал то ничего криминального лишь попытался отобрать у государства то что она ему не дало разве не таким аплодирует толпа чичиков попытался нащупав несовершенство переписи населения которая страшно и стремительно вымирает попытался обогатиться и вот разве это не вечное сказание об электорате так и будет шестерка ходить копейки считать сейчас брата время такое можно здорово подняться только не вашей дыре в центр надо подаваться там все и сколько таких персонажей реальных персонажей исповедующих принцип беречь копейку мы уже видели еще будем видеть когда тащили тащат что можно и нельзя по час воровая с корнем богатея стремительно чем чичиков отличается от вороватых чиновников от бывших комсомольских работников от страшно сказать олигархов да ничем потому что ничего ровным счетом ничего не изменилось и конец таких персонажей неизбежно мрачен большинство из них ибо как сказано в писании нельзя служить богу и мамоне и вот тут мы подходим главному чичиков на самом деле есть никто иной как адепт мамоны бьет жрец если угодно он гонится за материальными благами ослепленный культом успеха здесь власть здесь положение здесь деньги и конечно здесь женщины вот случае гоголя шершеля фам это обязательно актуальный принцип вспомните чего начинается поэма мертвый душ так разве чичиков хоть чем-то отличается от миллионов других ведь смотрите в том числе и поэтому гоголь назвал поэму мертвые души это по сути отсылка к писанию библии какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою те кто окружает чичикова лишь выглядят как человеке у мистика сведенбурга есть такая фраза адские духи кажутся уродливыми только при небесном свете но между собой они кажутся людьми вот собственно и все эти маниловы собаки вещи плюшкины они кажутся друг другу людьми потому что они выходят на свет на небесный свет а пребывают в тьме которые пытаются окутать все русское пространство ибо как говорится нет ада кроме того что здесь но это знаете ли лишь одна сторона поэма потому что текст гоголя он построен как перекликающийся вселенной здесь мистическое сплетено с политическим то переходит в мифологическое в сатирическое так до бесконечности мертвые души это очень интер контекстуальное произведение вы можете его прочесть совершенно с разных сторон вот и персонажи этой поэмы с одной стороны до адские духи а с другой то вполне конкретные люди кочующие из поколения в поколение просто с бричек они пересели на mercedes с мигалками а из поместья переместились куда-то там вот высокие кабинет а принципы те же и нет ничего по-прежнему нет ничего сердития департаментов полков канцелярии вот только ревизор все к нам никак не приедет как ревизор как ревизор чем фокус гоголь который придумал создал описал как угодно считайте мифологии украины решился взяться за описание россии и и как реальной стороны так и метафизической отсюда собственно и вопрос русь куда несешься ты далее гоголь говорит нет ответа но на самом деле ответ страшен и гоголь его знает он знает ответ но в отличие от большинства литераторов николай васильевич не стонет что так жить нельзя там чума на оба ваши дома и так далее он не клеймит все подряд а остальное остается уж простите за это словцо патриотом но патриотом не в затертом телевизионном смысле там из ток-шоу а патриотом правильно созидающим смысле данного слова и кто бы что там не говорил в мертвых душах есть положительный персонаж это даже не народ а душа народа очень русская душа то что по природе своей христианка и все понимая видя от и дьявола в совершенно мельчайших подробностях и деталях гоголь тем не менее расчищает путь к другой россии но уже не дьявольской а небесной правильной россии собственно возможно он и пытался это сделать может быть и сделал мы не знаем во втором томе мертвых душ но это к сожалению нам известен рукописи все же горят собственно вывод тут напрашивается сам собой такого вызов истории если угодно видимо нам с вами пусть мы не обладаем и сотой долей гения гоголя видимо нам с вами все-таки придется написать условно говоря этот второй том и постараться воплотить его жизнь чтобы дать ответ на вечный вопрос куда ж ты несешься русь тройка это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе в чем мы сегодня лишний раз убедились удачи вам любви и терпения